Янис Ксенакис. Один из самых самобытных представителей музыкального послевоенного авангарда. Композитор, философ, математик, инженер и архитектор. Создатель сахастической музыки, уникальных аудиовизуальных спектаклей, политопов. Создатель Центра исследования музыки и математики в Париже. Создатель компьютера с системой графического ввода данных ЮПИК. Кавалер Ордена Почетного Легиона, Ордена за заслуги, Ордена Сити в Лондоне, профессор Университета Сорбона в Париже. Ксенакис создал свою собственную композиторскую систему, которая строилась на математических формулах, теории вероятности, чертежах. Его партитуры порой выглядят как архитектурные схемы и конструкции. Таким образом и родилась стахастическая музыка. И хотя в наследии композитора присутствуют образцы самых различных композиторских техник и методов, все же главным его прорывом оказалась именно стахастика. Программирование музыкального ряда, больших звуковых масс с жестко заданными параметрами. Получение из элементов случайного. Непредвиденное сочетание шумов, электроники и традиционных музыкальных инструментов. В годы Второй мировой войны он получил тяжелейшее ранение. И в результате контузии потерял глаз. Позже он был объявлен государственным преступником и приговорен к смертной казни. В 1948 году ему удалось бежать во Францию. Здесь он поступил на работу в мастерскую известного французского архитектора и представителя авангарда Ле Корбюзье. И здесь же, в Париже, Ксенакис возобновил свои музыкальные занятия. Брал уроки у таких композиторов, как Унигер и Мьё. Изучал композицию в Парижской консерватории у Мессиана. Если верить интернету, то ни с Унигером, ни с Мьё у Ксенакиса не заладилось. Позднее он вспоминал, что в его очередной пьесе Унигер нашел много параллельных квинт и октав. И сказал, что это не музыка. Ему посоветовали Мессиана, который потом сказал о нём так, цитирую. Я сразу понял, что передо мной не один из многих. У него были уникальные способности. Я сделал нечто ужасное, что я никогда не делал ни с одним из своих студентов, поскольку я считаю, что каждый должен изучать гармонию и контрапункт. Но это был столь неординарный человек, что на его вопрос, стоит ли ему заниматься этими дисциплинами, я ответил – нет. Вам уже 30. И вам повезло быть греком, быть архитектором и математиком. Используйте в своих интересах эти вещи. Привнесите их в свою музыку. А если вы посмотрели моё старое видео про Оливье Мессиана, то понимаете, насколько он сломал свои убеждения. При поддержке Мессиана Ксенакис начал размышлять о том, как инструментальный звук можно построить в виде здания. Из-за того, что как архитектор он специализировался на сложных архитектурных моделях с волнообразными, выпуклыми и вогнутыми формами, ему было интересно услышать свои творения при последующем их переводе в традиционную нотную систему. Вместе с тем он сохранил базовые понятия профессионального искусства, такие как композитор, произведение, исполнитель. Наряду с электронными опусами в большинстве своих сочинений он продолжал пользоваться обычным инструментарием оркестра. Также употреблял некоторые драматургические принципы и принципы традиционного музыкального языка. Сочинения Ксенакиса, как правило, не имеют жанровых названий, но у него все же есть, например, группа композиций ST, написанных с помощью компьютерной стахастической программы, ряд музыкально-визуальных спектаклей политопов, сочинения игры, то есть опусы, обладающие некими общими композиционными, а может быть и жанровыми признаками. А теперь немного об основных композиционных идеях. Почему немного? Потому что, например, в иностранной литературе музыка Яниса Ксенакиса освещается широко, в работах разных жанров, производятся подробные анализы методов композиции, разборы произведений и так далее. Особенно я слышала, что в этом преуспела польская школа. Что касается русскоязычной литературы, то ее до сих пор просто мало, поэтому о всесторонней характеристике творчества Ксенакиса говорить пока не приходится. Ксенакис остается до сих пор весьма малоизученным композитором, возможно, еще и из-за того, что его нестандартные композиционные методы имеют математическую природу. И понятно, что исследование этого вопроса требует математических знаний, какими большинство музыкантов не обладает. Разъяснить и адаптировать математические методы к традиционной музыкальной теории также мало кто может. Вся информация о Ксенакисе очень общая, либо фрагментарная. Да, возможно, я плохо искала, но все, что я знаю о нем сама и все, что нашла в работах, сейчас постараюсь рассказать более понятным языком. Итак, об основных композиционных идеях и приемах. Главная идея Ксенакиса – это освобождение звука. Звук любой, разного качества, вместе со всеми его характеристиками становится желанным героем произведения Ксенакиса. И этот разнообразный звук из природы влечет за собой новый подход к межзвуковым связям. Музыкальной реальностью становится диагональное измерение, которое отрицает прежнюю вертикаль и горизонталь музыкального строения произведения. Складываются ситуации, когда нет необходимости последования одного звука за другим или их совмещения. Все это не предусмотрено новой логикой, новой причинно-следственной связью. Это перестает действовать. Теперь организация этого музыкального процесса должна подчиняться некой идее, некой архитектурной форме. Каждую форму, в свою очередь, композитору надо создать. Создать правила поведения игры звуков в ней. Вывести некие аксиомы. И таким образом сочинение музыки предваряется заранее сочинением ее законов. Это и есть новая идея музыкальной композиции Ксенакиса. Поэтому музыкант, желающий исполнять Ксенакиса, должен набраться решимости и ступить на математическую и архитектурную тропу, чтобы родить музыкальное произведение. Слушателя нужно захватить, сказал он однажды. И нравится ему это или нет, вытянуть на траекторию звука. Для этого не нужно иметь специальное образование. Эмоциональный шок должен быть таким же сильным, как в момент, когда мы смотрим в непостижимую бездну или слышим удар грома. Так описывал Ксенакис свой подход к композиции. Музыкальное произведение Ксенакиса – это математически рассчитанная фактура сочинения, закодированная в сложнейших формах. Это музыка для тех, кого привлекает изощренная игра ума. И не нужно думать, что Ксенакис просто играл в поставангардные игры Шомберга и всей компашки начала века. Никогда он не оглядывался и не подражал кому-либо. У него не было сторонников, и большинство композиторов не понимали его новизны подхода. Его партитуры выглядят пугающе. Они просто черные от превышающего всякие нормы количества строк, то есть одновременно звучащих голосов. Черные от мелкости ритмов. Во время звучания его произведений возникает ощущение, будто вырвалась лава звуков, но это лишь иллюзия. Все, что вышло из-под его пера, всегда было до конца и математически рассчитано. И здесь он был зависим прежде всего от результатов своих расчетов. Люди, конечно, за высокотехнологичными партитурами и чертежами композитора-архитектора никак не поспевают. До сих пор не пришло время? Я не знаю ответа. В 1975 году он изобретает получивший широкую известность музыкальный компьютер Эл Юпик. Компьютер позволяет сочинять музыку посредством рисунка, без специальных знаний в области музыки или информатики. Он может быть применен даже детьми, которые не обучались музыке. Ксенакис так это видел. Цитирую. С появлением электронных компьютеров композитор станет кем-то вроде пилота. Ему останется нажимать кнопки, вводя координаты, и осуществлять контроль над путешествием корабля в пространстве музыки. Как видите, он также ускорял момент появления электронных помощников композитора. В 1956 году по предложению крупнейшей фирмы «Филлипс» известный архитектор Ле Корбюзье создал павильон, который назвал «Электронная поэма», превратившуюся в сенсацию и вызвавшую много споров на всемирной выставке «Экспо-58», которая проходила в Брюсселе. Проектирование павильона для демонстрации электронной поэмы Корбюзье поручил молодому архитектору и композитору из Греции Янису Ксенакису. В результате павильон фирмы «Филлипс» получил совершенно новую форму, а экспозиция ознаменовала открытие нового синтетического искусства. Ле Корбюзье так описывал свое детище. Цитирую. «Павильон не будет иметь фасада. Электронная поэма будет заключена в бутыль. В этом помещении зазвучат симфонии, изображающие в музыкальных формах раскрепощенные силы электроники. Представление будет включать изображения, цветные и музыкальные ритмы. Электронная поэма соединит воедино то, что до этого можно было воспринимать раздельно. Кинофильм, музыкальную запись, цвет, слово, шум и тишину. Действие поэмы будет разворачиваться перед зрителями на протяжении 10 минут на каждом сеансе. Павильон «Филипс» неизменно производил на публику сильнейшее впечатление. Вероятно, поэтому Международная комиссия присудила авторам этого сооружения первую премию. И, конечно же, этот синтез архитектуры и музыки наталкивает на мысль о синестезии. В истории уже были попытки установить связь между реакциями человека, допустим, на цвет и музыку через механизм синестезии, о котором я уже неоднократно рассказывала на своем канале. Если хотите вспомнить или ознакомиться, то посмотрите мое видео про цветной музыкальный слух. Этой проблемой занимался и Кандинский. Этому вопросу уделял огромное внимание и Скрябин, написавший поэму «Огня» и поэму «Экстаза», одновременно в музыкальной и цветовой интерпретациях. Янис Ксенаки же, имея одновременно и архитектурное, и композиторское образование, немного по-другому смотрел на такой синтез. И, по сути дела, он переходит к каркасам, использующим формы записи оркестровки. На этой основе и были созданы авторские алгоритмы перевода музыки в формы. Уже позднее, в 70-е годы, этот метод получил обратные операции по переходу от графических образов и форм к музыке при помощи компьютерной системы ЮПИК, о которой я уже рассказывала ранее. К моменту начала работы над проектом павильона «Филлипс» у Ксенакиса уже была авторская гипотеза притворения музыки в пространство, форму. К этому времени он уже написал «Метастазис», одно из наиболее известных произведений, которое начинается знаменитым «Глиссандо», медленно поднимающимся звуком струнных. В этой пьесе линии отдельных инструментов сближаются, разъезжаются, уплотняются, ломаются. Иными словами, партитура «Метастазиса» напоминает схему здания. Кстати, на премьере в 1955 году пьеса для оркестра «Метастазис» была отвергнута не только консерваторами, но и такими известными представителями современной новой музыки, как Карл Хайнсен Штохаузеном и Пьером Булезом. Продолжая тему синестезии, хочу сказать, что Ксенакис выступил инициатором создания светомузыкальных представлений, политопов, концертов для симфонического оркестра, хора и электронных звуков, исполнявшихся в ночное время под открытым небом, обычно в романтическом окружении древней архитектуры, в сопровождении специальных световых эффектов, им же самим и спрограммированных. Здесь уже виднеется отсылка, несомненно, к Скрябину. Наследие Ксенакиса – это более 150 сочинений различных жанров, масштабные архитектурные проекты в различных странах, теоретические и философские труды. И тем не менее он остается сложным композитором, слишком математическим для тонкой души музыканта. Возможно, и поэтому многими исследователями работы Ксенакиса критиковались за то, что несмотря на то, что каждый из придуманных им методов и воплощений впечатляет, как новая философия подхода к композиции, все они разрозненные, все они так и не были сложены в одну музыкально-натационную систему и одну концепцию. Но он остался в истории. Он стратег, он математик, он истинный творец. Янис Ксенакис скончался в Париже в возрасте 79 лет в 2001 году. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!